Добрый вечер! У эфира новины для тех, кто цикавится станом экономики своего региона. У что-то дневой программе «Экономичная доведка» мы делимся актуальной информацией по разных направлениях. Глядите в выпуске. В Беларуси затвержены новые тарифы на некоторые виды жилево-коммунальных послуг на 2017 год. В начале года на Гомельшине рабочее место и праслужбы занятости отримало больше 25 тысяч человек. Подрихтовать свою квартиру до встречи Нового года можно танно и незвычайно. Как это сделать, доведемся уже хоров Гомеля. И на приконце программы цены на продукты до святочного стола. А зараза об этих и инших новинах больше подробязна. В Беларуси затвержены новые тарифы на некоторые виды жилево-коммунальных послуг на 2017 год. У приватности на теплоэнергию яны вырастут на 17%. Настолько ж на природный газ у отепляльный период. Кошт на электроэнергию застанется на раннейшем узровне. Причим дифференцированные тарифы на электричную энергию, якая выкарыстовывается для потреб отепления и гарачага водозабеспечения, знижены. За водозабеспечения, водоадвядзения, техобслугования жилога дома оплата застается раннейшей. Это связано с тем, что насельництва и так оплочвая их у 100% объеме. Кошт некоторых инших послуг будет вызначаться Министерством антимонопольного регулирования и гандлю разом с заблываканкамами. До речи, на этом тыдне у системе ЕРЫБ появилась новая опция. Могчимость оплаты послуг по их индивидуальным кодам. Это допоможает проводить платежи больше худко и удобно. Шукать необходимую послугу в древе программы больше не нужно. Крыстальники системы должны вызначить спис послуг, которые периодично оплачивают. Затем один раз доведаться коды и удалежно уводить их при оплате. Для этого достаточно натиснуть оплата у ЕРЫБ по коде послуге. Ознаемиться с кодами можно на сайте расчет.бай у разделе «Плательщикам пошук по послугах и платежах». С початку года на Гомельщине рабочее место прослужбы занятости отримало больше 25 тысяч человек. На сегодняшний день у якости беспрационных зарегистровано яше 6 тысяч суискальников. Але заразу отповедность из новой редакции закона об занятости насильництва умовы предоставления прационных мест узменилися. Основное новое введение – скорочение максимального термину знаходжене на улику якости беспрационного с трех до полутора годов. А кроме того, докладно вызначены обовязки беспрационных. Так зараз суискальник павинен з'являться у службы занятости нерадечим разу месяц. И не для того, как только отзначится. На приеме у специалиста необходно рассказать о выниках самостоянного пошуку працы. Бо стать на улик и просто чакать уже незаконно. Коли потенциальное прационное место пропоновали на бирже, то на перамовы с наймальником треба з'являться на протягу двух ден с моменту отповедного накерования. У адваротным выпадку грамадянин перестанет лечится беспрационным и будет снят из отповедного улику. Безработный не просто стоит и выжидает чего-то, а он непосредственно должен заниматься конечно поиском работы, и об этом официально информировать государственные органы, то есть службу занятостей. Далее, значит, если ему предлагается соответствующая работа по критериям его уровня образования, уровня подготовки, конечно, он должен соглашаться и, естественно, трудоустраиваться. Что до областного центра, то зараз во управлении по праце, занятостей и социальной обороне у Гомельска Гагарвы Конкама зарегистровано каля 2 тысяч беспрационных. С початку года специалисты допомогли працеулатковаться прикладно 7 тысячам человек. Сегодня очень большой поток вакансий, которые заявлены именно нанимателями, это инженеры, инженеры-проектировщики, инженеры-программисты, это врачи различных специальностей, медицинские сестры, младший персонал, это санитарки, и также достаточно большое количество это педагогические работники. А кроме того стабильным попытом у наймальников користаются специалисты у галиня швейной и будовничной вытворчасти, а так само кулинары. Протягиваем выпуск. Заиграли тысячами святочных лихтаров площы, в улице и крамы. Областный центр радует Гомельска на гостях города незвычайными новогодними упрыгоживаниями. В окне-кватеры и дому так само начинают святиться розно-каляровыми гирляндами. Новый год 2017 это казачная подорожа с припынками каля галонных славутостей у свету. Зараз ты стоишь на Парижской площы, а про схвилину уже завираешь годинник по лондонским бигбеням. Перед новогодний настрой пануе у дома Гомельшан. Многие придумываются незвычайные дизайнерские рашения, как свято стало саправды непауторным. Наталья Кузикова, педагог-выховальник 71-й Гомельской гимназии, матья двоих детей просто вельми талиновитая жанчина. Она докладна веда, як подрихтоваться до зимовых свят с минимальными финансовыми стратами и при этом перетворить свою квартиру в каску. Тут, а малю, все зроблено самостойно. Пиловать, шлифовать, фарбовать. Наталья все умеет. Одразу на у выходе гостей сустракая эксклюзивное дизайнерское рашение. Это звычайные жалюзийные дверцы, які Наталья пофарбовала и выкаристовывает для своих инсталляций. Зразумела у новогодней тематицы. В зависимости от того, какое у меня настроение, какая пора года, я ее снабжаю всякими штучками. Это обычные прищепки, хозяйственные, деревянные. Я ими прикрепляю декоративные элементы. Здесь можно использовать обычный крючок. Кухонный, скажем так, тоже повесить. До этого у меня висел здесь горшочек с цветком. Различные постеры распечатанные. Все просто бюджетно. Это фанерная досточка, на которой я сделала надпись. И вот она на прищепке не помещается, а помещается на обычные канцелярские цветные красивые зажимы. На гоноровый мест у квартиры – елка. Как ее упрыгоживание стало саправдой уникальным, цацки Наталья пошила сама. За некольких годов собралась вся великая коллекция. Разглядать уникальные казочные подвески – саправдное задовольнение. Зарабить подобные шедевры не кожному по силах. А вот таки новогодний вянок не только просто, а лейвель метанна. Получается вот такая прекрасная композиция, которая украсит ваш дом, тоже прибавит вам новогоднего настроения. Свято отшивается у кожным куткум. Упакует дашки ксении, декоративная елка, снеговик и патерки с шишек. Ранешний добрый настрой – дурить и каска, яку и створила Наталья на кухне. Дошку госпадыня зарабила сама. И зараз малюет от пожаданий доброго дня для своей семьи, альбо, як зараз, новогодние цацки и святочные родки. После знакомства с Натальей засталось приемное чувание, что счастье – это так само своя особливая хендмейд. Это тое, что мы робим для себе и своих близких самим. И у працях перед святочной темы. У совезе с тем, что гэты выпуска экономичной доведки о пошне у гэтым годзе, наступная рубрика будет не зусім звычайной. Деля интересу, мы подлечили, кольки зараз каштою, приготовать классичные для новогоднего стола и любимые многими салаты алюе и селядец под шубой. А так само подрыхтовали спис цена, традиционные новогодние продукты. Для гэтага отправилися на гомельский центральный рынок. Спочатку об салатах. Для приготовления алюе по классичным для нас рецепте спотребится 400 граммов варанной каубасы, 1 банка консервованного зеленого горошку, 5 яек, 2 морквы, 34 середние бульбины, 34 соленые огурки, 100 мл майонезу. У середням затрачывается каля 6 рублев. А вот самый простый рецепт салату селядец под шубой. Его ингредиенты. 1 соленый селядец, 1 цибулина, 34 середние папамеры морквы, 2-3 бульбины и 2-3 невеликих бурака, 100 мл майонезу. А быдзется приготовление салата приблизно у 3-3,5 рубли. Что до традиционного набора продуктов, яке нам спотребится для новогоднего стола, то килограмм свиной выроски каштуя каля 12 рублев, яловичины каля 10 рублев, шампиньоны от 5 до 6 рублев, огурки и помидоры по 3,5 рубли, перец 5, мандарыны от 2,5 до 4, церавиалинная каубаса от 15 до 20 рублев, вараная вышейшая гагатунку от 7 до 10, вэнжаная скумбрая 10, соленый селядец 5, ляшанка червоной икры от 11 до 14 рублев, 30 копеек, креветки очищены 24-25 рублев. Цены на ГТ и иншие продукты у таблицы. На ГТУ мэнё всё. З вами была Марина Северьянова. Здымачная брыгада экономичной доветки развидывается с вами до наступного года. Віншуем усёх с надыходячыми святами, жыдаем счастья, добра быту, здоровья и доброго настрою. До сустрэчы!